всем добрый день с вами канал питомник милый я людмила горбунова давайте поговорим что происходит с крупнолистыми гортензиями феврале что сейчас будет очень много писем отвечать всем каждому я уже не в силе очень очень много сейчас может быть вопросов смотрите в феврале растения начинают после зимовки не понимать что им делать дальше это малыши крупнолистые гортензии в основном поздневесенние ранее летние и летние черенки черенковать черенковать я закончила первых числах августа в конце июля и они у меня находятся в зимней теплице я решила сделать из него теплица хранилище 2 в 1 выключила досветку досветка отключена выключила я уже начале декабря и сейчас хожу и думаю включать или еще подождать чем дольше тем лучше период покоя но все-таки хочется чтобы они начали расти только включая досветку начинаю кормить поить обрабатывать они сразу пойдут в рост сейчас февраль они находятся в разном состоянии вот например берем вот все сухое опало высыхает а вот они свежие почки пошли она вот живое все все с ними хорошо даже самые маленькие вот такие они были лапушисты такие с листиками сейчас есть просто цветочная почка вот цветочная почка они все будут свести это конус они сейчас выглядят по-разному кто-то например был и сейчас есть зеленые здесь без досветки здесь плюс 457 так вот теплица не отапливается ничем только инфракрасные обогреватели включаются сами ну то есть не дают чтобы здесь был минус вот смотрим вот это все начинает сейчас сохнуть опадать это ничего страшного вот опадают листики а снизу идут новые он решил сейчас только уснуть поспать вот эти всю зиму еще и не собирались скоро они также начнут скидывать лист то есть черенки на разной стадии развития какие то уже все скинули отдыхает этот не думает отдыхать вот листик здесь цветочные почки сплошные этот давно уже на отдыхе эти также не думают они могут вот начинает подсыхать края они могут сейчас только сбросить лист но включу досветку и все равно они были как бы в полу дреме вот смотрите вот листик раз сухой и отвалился это думают спать или не спать что делать вот края сухие вообще хранилище не еще хранилище есть там плюс два три пять я там ни разу не поливала за зиму с ними все хорошо а вот эти я поливала в неделю один раз но я поливала выборочно я вижу сухой вот сухой но я его сейчас поливать не буду так как вчера я наливала сюда водичку на капиллярный мат это был такой нижний полив чтобы они написались вот здесь были листики они все подсброшены и вот они цветочные почки вот эти уже отдохнули вот эти вот отдохнули вот хороший пример вот все сухое в квартире дома конечно не так опыта такого нет я дома держала бы только в парниковом конфетке или в пакете или прозрачный ящичек так как там важно влажность а дома у нас очень сухой воздух и дома вот такой вот неизбежно вчера я полила первый раз сорта фосфорной кислотой знаю что надо две капли на 10 литров можно сжечь очень аккуратно сделала нижний полив некоторые чуть спрыснула но вот прямо заливать нельзя весна самое уязвимое время весной можно загубить нет листа корень не работает появляется листик можно больше поливать полив идет по мере появления листа когда полноценный лист полноценно и поливайте дети пересыпала кислым торфом им хорошо один минус я не вижу пересыхание 10 тяжеленькие мне приходится поднимать горшочки вот видите цветочные цветочные почки они все они буквально все цветочные почки и сейчас заказываете 0 5 и по 9 это все равно отдохнувшие летние черенки конечно же лучше им сейчас еще подрасти прошлый год я отправляла они smart начала апреля а сейчас начало февраля им еще бы два месяца включить досветку полив и тепло не они будут вы их не узнаете в разы больше нибудь пышные с листами на цвету это будут совершенно другие растения сейчас конечно же мне бы их отправлять не очень-то и хотелось вот ну что корни где то есть отличный где то есть 50 процентов или они у меня за два месяца здесь нарастут или они нарастут у вас ну конечно я стараюсь выбрать получше есть сорта которые самые востребованные я уж стараюсь выбирать 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 буквально подождать бы вот два месяца все с ними они будут совершенно другого вида и качества самое главное сказала аккуратнее быть с поливом по листу также только если обработки по листу брызгать нежелательно и с профпрепаратами я прямо очень аккуратно очень осторожно лучше сделать меньше так как можно поджечь какие вам еще показать какие здесь рейндж болеро на цвету все на цвету это прошлогодние также здесь на нормальные корни нормальные на хранилище включилась вот то что есть люблю и pink вот карте сейчас-то палочка но это его в 35 литров это будет летом ну не огромный ну да вполне приличный кустик цветущие обязательно снизу проснется еще вот вот здесь пойдут и когда включать например досветку вот терпим до последнего когда вы сейчас не вижу из земли пойдут уже побеги расти сейчас найдем так вот эти пока вот все отлично примерно вот так но вот начинает вот это нормально сегодня уже тянутся тогда включает надо досветку и тепло сейчас еще вам найду может быть такой что они сейчас все в норме но мне хочется уже врубить ее вот как вы думаете врубить не врубить досветку примерно вот это еще все хорошо чтобы как в подвале хранилище не благих таких длинных не тянуть здесь такого не будет только пошли вот прикорневые земли то все можно здесь еще маленький только полез грунта зеленеет зеленеет но это от кислоты все равно они у меня здесь добавлением кислого торфа эти будут расти без осмокота осмокот для новых посадок для весенних которые буду переваливать весенние сделаю марки они будут готовы где-то может быть в июне может быть примерно так все показала вам предупредила чтобы не совершить этих ошибок сейчас не кормим но когда я включу досветку я полью монокалий фосфат спрашиваете норма расход дозировка сзади смотрите там все написано то специально обученные люди умные люди все написали а если общая такая как норма обычно идет столовая ложка неполная на 10 литров воды можно сделать половину норму сделать половину столовой ложки или чайную все берегите своих красавиц не загубить и их желаю всем красивых красивых цветов всем всего хорошего до свидания